Воскресенье, 11 часов утра, Березовая Роща. Отсюда стартует праздник День Молодежи. Несмотря на погоду, люди всех возрастов прибывают и прибывают сюда, в любимое место отдыха видновчан. Краски лета под таким девизом проходит День Молодежи 2015. Молодость – это состояние души, а не возраст. И я всех от всего сердца поздравляю с Днем Молодежи. Я уверен, что сегодня будет очень большое количество впечатлений, которых мы с вами наберемся и будем делиться долгий-долгий год для того, чтобы в следующем году еще раз с новыми силами отметить по-новому День Молодежи. Воздушные красочные шары взмыли в небо. Праздник начался. И тут же присутствующие включились в одно из увлекательных игр советского времени. Быстрее, выше, сильнее – лозунг игры в резиночку. Ирина Родителева, заместитель директора Центра культуры и досуга, пришла на праздник не одна и не по работе, а с семьей. Как прыгалась? Прыгалась замечательно. У нас еще много разных конкурсов. Приходите к нам обязательно. У нас будет сейчас и эстафета «Турист», и перетягивание каната, и оригами. Много. Я даже сейчас растерялась вспомнить, что у нас есть огромное количество всех игр, в которые мы играли, когда были пионерами, юными, красивыми и молодыми. В этот день все снова ощутили себя молодыми. Вместе с детьми взрослые играли в вышибалы. Вспомнив советское детство, прыгали через скакалку. Марат и Валерия – гости нашего города. Марат, ну как сказать, перешел возраст молодежи, но он все равно считает себя молодым и тоже пришел на праздник. Расскажите о себе немного. Ну, я работаю тренером, как бы я всегда в спорте, поэтому всегда можно сказать с молодежью, поэтому нам этот праздник нравится. Спотыкаяла Татьяна, тоже гость нашего города. Она со всей своей семьей приехала из Долгопрудного. Здравствуйте. Расскажите, как вам прыгалось? Замечательно. Вспомнила молодость, прыгала прям с удовольствием. Все такие мероприятия замечательные, все вот и вышибалы, и скакалки, и резиночки. Поздравьте нас, видновчан, с праздником. Ой, поздравляю вас, желаю вам, чтобы у вас тоже город развивался, и вся наша страна, и молодежь у нас прекрасная. А на Большом поле стадиона «Металлург» встретились футбольные команды «Олимпа» города Видно и Ступино. Футбол – это командная игра, и сегодня поболеть за своих ребят пришли ребята из «Олимпа». Я Сергей Савальский, вице-капитан команды «Стюшера Олимпидная». Пока игра идет на равных, у нас владеет преимуществом. Дорогие видновчане, поздравляю всех с днем молодежи. Удачи вам и хорошо отдохнуть. Тем временем на поляне проходили показательные выступления спортсменов-авиамоделистов. Павел Евгений Шернин расскажет, насколько ребята, наши видновские ребята, любят этот вид спорта. Мы только недавно, можно сказать, возобновили свою работу, потому что у него был перерыв большой клуба. Вот его недавно был организован на бесплатной основе при МКО «Энергия». Мы создали клуб, работа ведется, дети занимаются, обучаются не только строить модели, но и инженерии. Они учатся чертить, работать. Андрей Егоров сегодня первый раз управлял моделью самолета. Каково ощущение? Это очень интересно, на мой взгляд, это очень увлекательно. Каждый может попробовать, если он запишется в наш клуб. Ощущение незабываемое. И вот, наконец-то, дождь немножечко закончился, и наша любимая поляна «Восьмерка» ожила. Сергей Николаевич Иванов, директор «Олимпа», сам давал задание веселым стартом. Какие же задания были даны? Ну, у каждого было пять эстафет в каждой команде. Это надо было пробежать змейкой с футбольным мячиком обвести. Нужно было пробежать с бомбинтонной ракетки, пронести мячик. Нужно было прыгнуть в длину, пробежать в тоннели. В волейболы играют команды, которые пришли, это чисто разные люди, которые собрали команду и сделали. Вот я вижу, что здесь из города есть ребята, из совкоза Ленина, из горок. Хочется всех поздравить с Днем молодежи, пожелать им хорошего настроения сегодня. Ну, погода не удалась, но все-таки все вышли сюда, все рады, все участвуют. Всем желаю хорошего настроения и времяпровождения. Здесь же на поляне, в Березовой роще, военно-патриотический клуб «Застава» организовал захватывающую игру в пейнбол. Ильин Евгений Витальевич, заместитель руководителя «Заставы», рассказал нам о сценариях этой игры. Все ребята очень хотят поиграть, собираются в большие команды, ну, в общем, играют. По какому сценарию? По сценарию, по олимпийской системе. Это как? Эта команда проиграла, вылетает, значит, потом уже вторым кругом. Выигравшись командой, играют вторым кругом. Несмотря ни на какие капризы природы, праздник День молодежи состоялся. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. В Расторгуевском парке обосновалась тематическая площадка здоровья. Дочь, конечно, сделала свое дело, народу пришло немного. Но те, кто пришел, уже готовы начать утреннюю зарядку вместе с фэмили фитнес. Здравствуйте, меня зовут Дарья, я преподаю американский степ в клубе фэмили велнес города Видное. На ваш взгляд, вот такая коллективная зарядка, насколько это здорово, насколько это правильно? Ну, вы видите, несмотря на погоду, это здорово. Народ есть, все пляшут. Дождь, по-моему, прекращает вообще идти. Мне кажется, скоро выглянет солнце, поэтому очень эффективно. Здоровым образом жизни пропитаны все ваши сотрудники? Пропитаны, тут подвох, вообще да. Ну, вот здесь такая, наверное, сливки этого коллектива, хотя и за кадром остаются тоже очень, знаете, не то что здоровый образ жизни, у них здоровый дух по жизни, здоровый такой, здоровый настрой. Глядя на азарт участников, мне и самой захотелось принять участие в этой утренней зарядке. Очень весело, энергично. Мы позанимались зарядкой. Я редко занимаюсь зарядкой, поэтому мне понравилось. А дождик нам не помеха, все равно было очень весело. А когда все вместе, наверное, еще интересно. Да, конечно. Учили много положительных эмоций, а так мы не сидим дома, чем-то занимаемся. И почаще мы так же устраиваем. Зарядку делаете утром? Ну, не часто. Меня зовут Заботин Алексей, я сертифицированный тренер по системе Дискью, который использует специальный тренажер для тренировок. Этот тренажер позволяет составить тренировку функциональную, без нагрузки на позвоночник, которая помогает нам проработать мышцы всего тела. Взгляд на здоровый образ жизни на сегодняшний день, насколько это важно? На здоровый образ жизни, несомненно, важен, поскольку он и продлевает возраст, в котором человек сохраняет свою активность. То есть активный возраст продлевает. Ну, это очень важно для яркой жизни, полной эмоций, чтобы ничего не болело и не приходилось там никуда обращаться и так далее. Мне показалось, что это не только полезно, но еще и весело. Ну, это, во-первых, очень сильно раскрепощает, вот. Соответственно, влечет и влечет все больше и больше заниматься любыми направлениями. Но зумба – это такое связующее между танцами, да, и какими-то аэробными программами. Жирова Екатерина – сертифицированный инструктор программы «Зумба фитнес». Мы только что посмотрели, вот вашу 20-минутную программу, знаете, очень заражает. Для вас зумба, что это? Зумба для меня – это вот действительно все. Это не громкое слово, это действительно образ жизни, это здоровый образ жизни. Это отличное настроение, это любимая работа и отдых одновременно. А мы вновь в Расторгуевском парке. И за моей спиной сейчас начались показательные выступления юных спортсменов нашего района. На татаме дзюдо. Одним из самых ярких стало выступление ребят из секции рукопашного боя. Вот оно – будущее России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со мной рядом Анатолий Геннадьевич Лукин. У него такое количество регалий, что, наверное, сложно мне сейчас будет все сказать. Поэтому я попрошу его представиться. Президент Столичной Федерации Айкиджицу Айкидо, руководитель Центра военно-патриотического воспитания Ассоциации Братца Крапова и Беретов Витязь, мастер боевых искусств. Танцы здоровы, но кому-то и родину надо защищать. Поэтому вот эти ребята, которые сейчас сзади меня стоят, они полгода у меня всего лишь тренируются. Но помимо этого они работают уже. Штурм здания, высотная обоотовка, неплохо стреляют, кидают ножи с оберной лопатки. Как давно ты занимаешься? С ноября, получается, полгода. Изменился ли ты сам? Да, очень сильно. Между мной с ноября, который я сейчас, очень огромная пропасть. Я даже сам себя не узнаю иногда. Чему ты научился? Айкидо. Мы учимся захваты, освобождение от захватов. То есть учимся, как бороться с улицей. На самом деле, насколько это важно для ребят? На самом деле, в последнее время молодежью вообще не занимается. И это сейчас стало очень важным для молодежи. Если вы думаете, что здесь снимается историческое кино, вы ошибаетесь. Это показательные выступления по фехтованию. Щепаков Дмитрий Валентинович. Тренер, преподаватель по фехтованию. Центр культуры, спорта и работы с молодежью. Сельского поселения Булатниковска. Скажите, фехтование, насколько это сложно? И вообще с какого возраста лучше начать заниматься? Вы знаете, раньше фехтование брали не моложе 11 лет. Сейчас практикуют и 9, и 7 лет, но там больше игровые тренировки. Очень большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, на позвоночник, на суставы. Поэтому я осуществляю набор в группы с 9 лет сейчас. Первые где-то год, два. Это общая физическая подготовка, ну и немножко специальная фехтовальная. А потом уже спортивная подготовка по полной программе. Насколько этот спорт популярен сегодня в нашей стране? Буквально в июле будет проходить чемпионат мира в Москве. Три года назад, если я не ошибаюсь, три года назад проходил юниорский чемпионат мира в Москве. Проходил в Казани, проходил универсиады. Ну, в общем, достаточно популярный уже, народу много. И если смотреть по количественному составу, то у нас на чемпионаты России приезжает от 120 до 180 человек. Ну, а пока взрослые занимаются, дети могут заняться творчеством. Егор, скажи, что у тебя изображено на твоей аппликации? А, здесь твои дубочки. Есть такая бабочка. Так, скажи, бабочка твоя веселая? Да. А вот сегодня праздник, да? Что бы ты пожелал всем в этот праздник? Чтобы им приносилась удача. Очень хорошее пожелание, правда? И сюда, в Расторгуйский парк, приехал глава Ленинского района Олег Владимирович Кромов, чтобы всех поздравить с Днем Молодежи. Сегодня на всех площадках у всех будет замечательное и хорошее настроение. Этого я хочу вам пожелать. И, конечно же, вам, молодые наши мальчишки и девчонки, не боятся трудностей преодолевать все. И у вас все получится. С праздником! Спасибо вам большое, Олег Владимирович. Что нужно для хорошего настроения? Заряд энергии, веселая музыка и немножко хорошей погоды. С вами были Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В городе Видное продолжается День Молодежи. Мы находимся в Тимоховском парке, где праздничную программу открыл фестиваль хорошей музыки «Многофест Сити». А мы беседуем с Михаилом, организатором фестиваля «Многофест Лето» у нас. Это называется в городе. Обычно мы это организуем в лесу. В начале лета мы там строим дверь в Григорчиково на поляне. И ночью мы открываем в 12 часов ночи дверь, и люди, входя в эту дверь, как бы ходят в лето. И все те, кто присутствуют, имеют возможность войти прекрасно в свое классное лето. И в этом году нас администрация города попросила сделать маленький нано-фестиваль в лесу в честь Дня Молодежи. Вот сейчас он здесь проходит. И что сегодня в программе? В программе несколько команд. От участников клуба «Горизонтка» видно. Это КСПшный клуб самодеятельной песни, куда можно прийти научиться играть на гитаре. До каких-то, вот как сейчас там происходит, жесткое электричество, а после них будет приглашенный музыкант из Москвы Дима Вагина, Чеклёвый, который будет просто по гитару, тоже классные вещи делать. Допустим, еще есть такие полуместные команды «Гросс» и «Полугород», которые опять же играют электричество, но более легкое. То есть, а история очень разнообразная, и будет немножко электроники, и ска, и электричество, и просто бардовской песни. Я Павел Монт, фронтмен группы «Хамелеон», я вокалист. Мы существуем уже около двух лет, около того. Играем мы в основном рэп-кор, ну что-нибудь такое по панку. В общем, песни довольно энергичные, позитивные, веселые, то, что любит молодежь в основном. Добрый день, меня зовут Королев Александр, я являюсь руководителем «Желтой площадки творчества» в рамках празднования Дня молодежи в Ленинском районе. Почему она желтая? Ну, желтый свет солнца, свет творчества. Нам сегодня, правда, с солнцем не очень сильно повезло, поэтому несколько пришлось сократить программу. Но, как видите, количество народу от этого меньше не стало, погоды не испугались. И, как бы, вот здесь у нас музыкальное творчество проходит, а чуть-чуть подальше различные прикладные мастерские работают. Я говорю, правда, немножко в высеченном виде, но работают люди, люди приходят, люди занимаются, творят даже под дождем, даже при таких условиях. Поэтому Ленинский район, он не боится вообще ничего. А уж молодежь Ленинского района, она в любых условиях готова себя проявить и показать. А мы находимся на площадке шахматы. И сейчас с нами руководитель этой площадки Александр Викторович Болховикин. Сегодня по традиции в День молодежи шахматисты встречаются на этой площадке, чтобы провести традиционный блиц-турнир по шахматам. Вот я сейчас смотрю, практически уже наши шахматисты все собрались. Но присутствуют в основном сильнейшие шахматисты города, которые и разыграют, сыграют в этом турнире. Привет! 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 Дорожник. Дорожник называется. Когда путника собирали в дорогу, то делали ему таких куколок, чтобы он ни в чем не нуждался, не был голодным и всегда помнил о тех, кто его отправил в дорогу. Меня зовут Карина, мы из поселка Володарского, Цикады Ладыгина, представляем Центр культуры и досуга. Хотели бы в этот раз показать аэродизайн. То есть мы покажем небольшие интересные произведения из шариков, из шедемок. Какое самое вообще трудное произведение, такое сложное? Ну вот все, что здесь представлено, наверное, барашек самый тяжелый. Он маленький, но самый трудоемкий по времени. Ну, это жираф. Из чего он сделал? Из шарика. А ты сам сделал? Да, сам сделал. Ну, как вообще, ты учился в таком мастерстве? Нет. Просто показали мне, сразу сделал. Вообще-то все легко было делать. Ну, трудно немножко голову делать. Руководитель оборонно-спортивного клуба «Братник» при МКО «Энергия» говорит, видно, Михаил Ильич Кононенко. Здесь мы находимся на праздновании День молодежи. Очень замечательный день сегодня, смотря на дождь. Так, и что у вас, ваша площадка? У нас площадка, значит, интерактивная площадка по разборке и сборке оружия. Вот, умение ставить военные палатки, металлодетектор, умение пользоваться им. Это отыскивание металлических предметов на поверхности земли. Вот, стрельба из пневматической винтовки. И исторические моменты, этот винтовка Мосина, устройство ее, назначение, как воевали, как ее разобрать, собрать. Вот, ну, главное, ребят из дома выдернуть. Вот, здесь очень много приходило ребят со стороны, уже интересно. Вот, уже есть желающие записаться на следующий год в наш клуб. Дождливая погода не помешала творческой молодежи собраться в Тимоховском парке, чтобы весело отметить свой праздник. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В этом году День молодежи в Ленинском районе организовывался с помощью всей молодежи района. Так было решено, чтобы всем было комфортно и интересно. Функционировали четыре площадки. Здоровье, семья, они начали функционировать с самого утра. И творчество, и экстрим. Мы, собственно говоря, находимся на площадке экстрим. Из-за погодных условий пришлось отменить почти все мероприятия здесь. Часть была перенесена во дворец спортовидное. К сожалению, погода внесла свои существенные корректировки. Изначально здесь планировалось вот на этой площади непосредственно скейт-парк. В центральной части где-то одна треть парковки уходила под мотофристайл. И показательное выступление картинга с участием чемпиона России 2008 года в этой дисциплине. Самая дальняя бровка под питание. И вот там дальше, где работает граффитчик, должны были встать именно эта площадка. Воркаут, кроссфит, силовой экстрим. Ну, погода. Что осталось в итоге? Воркаут, кроссфит, граффити, тяжелая атлетика и аттракцион в виде попадания мячика в девятку, шестерку и так далее. Я думаю, что все-таки, конечно, погода отбила больше желающих, но тем не менее мы стоим на месте, работаем до конца. Я думаю, что к концу все-таки народ дойдет до того количества, чтобы отпраздновать данный праздник в полном своем силе, масштабе и так далее. Но остались здесь стойкие солдаты, такие как, например, Егор, который занимается тяжелой атлетикой. Егор, тебя не смущает, что здесь нету никого и идет сильный дождь? Вообще нет. А чем ты здесь сегодня занимаешься? Толкаю, рву, приседаю. Тяжелая атлетика. А День молодежи, это что для тебя за праздник? Расскажи. Это для меня в первую очередь спорт, развитие человека. Ты хотел бы поздравить с Днем молодежи, молодежь Ленинского района? Да, хотел бы поздравить, хотел бы сказать, чтобы занимались спортом. Хочу, чтобы не пили, не курили, следили за природой. В общем, не гадили, вели себя нормально. Несмотря на то, что на площадке «Экстрим» не так много людей, все равно находятся те, кто отдают дань спорту в любую погоду. Например, эти ребята на площадке «Воркаут». Нашу «Воркаут»-площадку совместили с кроссфитом. И тут пришли немного спортсменов, которые будут доказывать, что они лучше и соревноваться между собой. Меня попросили привезти сюда людей, которые будут показывать мастер-класс по «Воркауту». Поэтому вот так, несмотря на дождь, я думаю, что он прекратился. Тучи, наверное, не разойдутся, конечно, но будет немножко потеплее, тем более спортом ребята будут заниматься. Одним из предполагаемых видов спорта на площадке «Экстрим» был стритбол. Из-за погодных условий его перенесли во дворец спорта «Видное». И вот мы сейчас наблюдаем, как ребята играют в ту самую захватывающую игру. Мы играем на турнире по стритболу, посвященный Дню молодежи. В связи с этой погодой, значит, большое спасибо, что мы играем сейчас в зале с организатором. Потому что сейчас на улице играть совершенно невозможно. Один из главных праздников в стране, когда можно заняться спортом, пообщаться с людьми. Поздравляю всех молодых людей и девушек с этим праздником. Желаю, чтобы занимались спортом побольше, дома не сидели за компьютером, за гаджетами, а бегали. В общем, активный образ жизни. Зуба сегодня на протяжении всего дня. Сначала была в Ростарк-кульпо, потом, но потом я не знаю, где еще, но и здесь теперь продолжение. И реально заряжает прям энергетика. Это супа, это классно. Погода нам вообще не помешала. Было очень здорово, мы много очень танцевали, веселились, прошли квесты, было очень круто. День молодежи – это когда молодежь для себя делает какое-то великолепное мероприятие, какое-то дружеское. Площадки были просто супер. Это же прекрасно, когда все объединяются вместе. Молодежь, в первую очередь, это будущие взрослые, которые будут отвечать за все, что происходит в нашей стране. Ну и хотелось бы, чтобы эта молодежь, как минимум, была активной, в первую очередь. И, как видно, здесь много активных людей, поэтому, собственно говоря, это самое главное показательное. Мне действительно сегодня очень понравился тот праздник, который проходит на территории города Видное. Эти все четыре площадки, они были действительно на молодежную тематику. И, конечно же, наша молодежь – это, в первую очередь, творцы. Они творят, они нам что-либо подсказывают, все это здорово. И мы тоже сегодня могли убедиться, что у нас большое количество творческих людей. Все молодежи, друзья, краски твоего лета! Давайте вместе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В вечернем праздничном концерте приняли участие лучшие творческие коллективы и вокалисты. Для того, чтобы очутиться на сцене, они все проходили конкурсное прослушивание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я отвечу тихо, цель овели, нас зашли дороги и пути. Все, что было в свете, создано историю любви. Среди многих человек выбрали именно меня, и я очень счастлива, я очень рада, я очень волновалась. Это, наверное, было заметно. Вот, и я безумно счастлива, что я выступаю здесь сегодня для молодежи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За кулисами не менее интересно, чем на сцене. Здесь артисты готовятся к своим номерам. И сейчас мы познакомимся с самой юной участницей концерта, восьмилетней Лерой. Я сегодня хочу выступить для молодежи, потому что сегодня День молодежи. У меня есть брат и сестра старше, и я хочу поздравить весь Ленинский район с Днем молодежи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Концерт продолжался несколько часов. Настроение у всех было праздничное, примутнятое. Вот такими яркими и насыщенными получились краски твоего лета 2015. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА